Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Интерес к традициям и инвестиции, связующие звено этих двух направлений агротуризм. А сейчас обо всем подробнее. Интерес к традициям и инвестициям, связующие звено этих двух направлений агротуризм. На одном из объектов, который приводят в пример начинающим и опытным фермерам, побывала наша съемочная группа. Татьяна Ферма – пример для тех, кто собирается заняться агротуризмом. На объекте свой мини-зоопарк – медведи, страусы, еноты, грифы и верблюды проживают в мире и согласии. На территории работает гончарная мастерская. Можно вылепить свой кувшин, его обожгут и подарят на память. Создавалось сказочное подворье не за один день. На самом деле, конечно, много времени и сил нужно посвятить такому делу, потому что сельское хозяйство и сельский труд предполагают полную отдачу. Когда мы начинали всю эту историю со страусами, нам пришлось продать квартиру, чтобы на эти деньги начать хозяйствовать. И когда приходили в шок, приходили в упадок, в убыток, хотелось все бросить, и звонили маме, она, конечно же, нас наставляла на путь истинный и говорила, что назад дороги нет, только вперед. На территории Анапского сельского округа создали краевую демонстрационную площадку. Собравшись, обсудили, как же все-таки повысить популярность агротуризма. Выбрана Анапа не случайно, потому что здесь у нас большое количество отдыхающих приезжает, которым необходимо показать не только наши пляжи, не только наши курорты и санатории, но также, как производятся наши продукты, показать экскурсионные маршруты наши, накормить их нашими кубанскими овощами и фруктами. Что такое сельское хозяйство, как им занимаются, увидеть не только сельское хозяйство, но и культуру кубанских традиций. В обсуждении приняло участие более ста человек – представители агротуризма, фермерского хозяйства и начинающие фермеры. Посещение страусиной фермы – наглядный пример. Показали, как в кубанских условиях заниматься разведением страусов, как сделать это дело интересным и прибыльным. Как привлечь туристов и сделать экскурсию интересной и увлекательной, мы решили спросить у сотрудников фермы. Каковы перспективы агротуризма? Многие туристы в Анапу приезжают не в первый раз. Нужны новые объекты. На демонстрационной площадке приняли решение создать новые уникальные агротуры из трех объектов показа – растеневодческие, животноводческие и винодельческие. Туристы смогут посмотреть, как выращивают кубанские фрукты и овощи, изучить повадки животных, съездить в рыболовецкую деревню и посетить предприятие по изготовлению вина. К новому сезону поставлена задача создать не менее трех таких маршрутов. Главой поставлена задача по развитию агротуризма, и мы серьезно подходим к этому вопросу. Мы уже провели ряд встреч именно с представителями агротуризма, с претендентами, теми, кто потенциально будет развивать агротуризм, свой новым у нас планом. И для меня радостно то, что это не только малые формы хозяйства на сегодняшний день готовы заниматься агротуризмом, но и пошли уже именно в крупные предприятия. Очень интересно, доступно рассказывают людям, чаще проводили такие мероприятия, чтобы люди могли общаться, набирались опыта. На демонстрационной площадке обменялись опытом, учли ошибки и настроились развить массовый агротуризм. Продолжаем выпуск. Анна Стародубцева – американская спортсменка, в 2006 году переехавшая в Штаты из Краснодара. Несколько недель назад заняла второе место в соревнованиях по фитнес-бикини. Анна уже два года выступает в профессиональной лиге. Она приехала в Анапу, встретится с поклонниками и друзьями. Подробности смотрите в сюжете Натальи из Мозговой. В тренажерном зале салона красоты «Прованс-Ажиотаж» Анна Стародубцева проводит семинар. Познакомиться со спортивной звездой фитнес-бикини Америки и России приехали молодые люди из разных городов края. Хотелось бы по питанию кое-что новое узнать. Имеется в виду питание не спортивное, а обычное питание спортсмена из обычных продуктов. Есть некий патриотизм, что русские ребята добились хороших и серьезных успехов в своей сфере. И хотелось бы тоже следовать. Очень интересно послушать ее взгляд на тренировки. Особенно меня привлекает, что она тренируется сама. Анна Стародубцева – пример целеустремленности и упорства в работе над собой. Ее авторские упражнения, тренировки и рецепты полезных блюд для спортсменов имеют огромную популярность. Анна – яркая и интересная личность. Семинар проходил в непринужденной обстановке. Вопросы задавали самые разные. Советы новичкам, комплекс упражнений для профессионалов, правильное питание, подготовка к соревнованиям, похудение и другие. Сначала надо поставить цель в любом деле, как в спортивном, как и в профессиональном. То есть тебе нужно знать цель, к которой ты идешь. И желательно, конечно, поставить какие-то, может быть, даже временные сроки. Общение переместилось в тренажерный зал. Спортсменка показала несколько эффективных упражнений, провела мастер-класс. Главный урок – быть позитивным. Для полного счастья девушке не хватает только детей, которых она планирует супругам в ближайшие годы. Крепкая семья и, так сказать, профессиональная состоятельность, я думаю, что это те два основных фактора, которые сделают меня счастливым человеком. Анна живет в США, но на всех соревнованиях гордо представляет Россию. Я очень-очень скучаю по России. У меня здесь родители, у меня здесь друзья, огромное количество друзей. Я в вашем городе провела такое количество времени, я обожаю Анапу. Это уже как мой второй город, я очень люблю Анапу. Очень красиво, много красивых мест, мы хотим сейчас на Утриш поехать. Семинар Анастародубцевой прошел в теплой дружеской атмосфере с цветами, подарками и улыбками. И, конечно же, такие встречи вдохновляют, тем более человек из другой стороны, из профессионального спорта. Я думаю, что это даст определенную точку роста и мотивацию для наших друзей. Участникам мастер-класса Анна пообещала, что такая встреча в Провансе будет не последней. Она приедет в Анапу весной. Анапские спортсмены участвуют во Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд. В минувшие выходные в Станице Северской прошел первый этап региональных отборочных соревнований. Наша команда выступала в возрастной категории 40+, и довольно успешно разделив первое место с хоккейной командой Краснодара. А вы знали, что в Анапе существует своя хоккейная команда? Да, у нас нет льда, но это не мешает ей быть одной из первых. В команде 18 человек, 18 лучших игроков. За 4 года команда зарекомендовала себя как одна из сильнейших хоккейных команд среди любителей. А все началось с товарищеских игр со Станицей Северской. Начали товарищеские игры сыграть с командой с Северской, с Северской Станицы. И с этого началось создавание команды. Давал объявления по телевидению, по радио, приходили игроки. Многие, половина команды именно по объявлению пришли, которые сейчас играют, забивают основные игры команды. Зимой, если речь Канапка замерзает, хорошо, команда тренируется там. А пока ездят в Станицу Северскую. Тренировки начинаются в 8 часов вечера. Два часа туда, два обратно. Но чего не сделаешь ради любимого дела. Тяжело, конечно. Своего ледового катка нет. Приходится 150 километров каждый день ездить туда-обратно, тренировки. Ребята все инициативные, болеют хоккеем. Независимо от того, что у нас следа нет, какие-то результаты показываем. Она поделит первое место с Краснодаром в открытом чемпионате ночной хоккейной лиги среди любительских команд. Хоккейная команда Краснодара выгодно отличается. У них есть свой лед и постоянные тренировки. Но это не мешает анапской команде быть их основными соперниками. В турнире участвуют 10 команд. Победители выйдут в финал. И весной в Сочи соберутся самые лучшие команды России и Европы. В этом году нам очень помог спорткомитет и мэры, и финансовое управление оплачивают нам игры, чемпионат. То есть мы играем благодаря тому, что обещали помочь и помогают. Матч складывался немножко напряженно. Мы думали, что выиграем быстро и легко. Все команды против нас настраиваются серьезно. И немножко сложно было. Первый период, второй. Потом расслабились, начали играть в свою игру и выиграли. С хорошим счетом 7-3. На льду царит особая атмосфера борьбы, спортивной жесткости и настоящей командной игры. Это очень важно, ведь на кону стоит ледовый каток от государства. Но для этого нужно пройти отборочный этап, итоги которого подведут в конце зимы. Победители поедут в Сочи, а пока каждая команда борется за выход в финал. Анапа готовится к Новому году. Свою лепту в создании новогоднего настроения вносим и мы. Открываем рубрику «С наступающим Новым годом». Об итогах уходящего года рассказывают известные люди. В Анапе и далеко за пределами. Сегодня анапчан и гостей курорта поздравляет Анна Стародубцева. Самое большое, наверное, событие в этом году все-таки... Вот я выступила неделю назад в Москве на профессиональном турнире, и я заняла второе место. И то тепло и та поддержка, которую мне дали мои соотечественники на протяжении моей подготовки и на протяжении соревнований, то количество людей, которые подошло меня поддержать, это, конечно, очень дорогого стоит. То есть я настолько с такими эмоциями эхо, до сих пор я еще вот в таком приподнятом настроении настолько зарядили, что я думаю, что это так вот, если вот я буду оглядываться, этот год у меня будет именно ассоциироваться с этим событием. А пожелать всем хотела бы целеустремленности и быть более позитивными, более доброжелательными людьми, более открытыми. Дарите положительные эмоции другим людям, людям вокруг себя. Просто так. И вот обязательно вы увидите, как ваша жизнь, она поменяется в лучшую сторону. Потому что чем больше ты отдаешь людям хорошего, тем больше ты получишь тепла и добра взамен. Это вот уже нам на личном опыте доказано. В эфире нашего телеканала стартовал телепроект «Письмо Деду Морозу». В этом году кроме писем вы можете присылать видеофайлы с новогодними приветами или поздравлениями, которые увидит весь город. Среди приславших видео будет разыгран главный приз этого сезона – телевизор. Написавших письма на электронный адрес ждет множество других призов от партнеров программы. Подробные условия и программу «Письмо Деду Морозу» можно посмотреть на сайте www.anaparegion.ru И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 9 декабря, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем 13-15 градусов. Ночью 8-10 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 12 градусов со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин